Кослик с какими дорожками вообще, несерьезными. Один ломанный, какой-то худой выглядит, размером большой. Так, ладно, иду я дальше, пока дождик не разошелся. Бежит он нормально, я думал раненый. И со здоровьем у него проблемы, но у него, видимо, гон проходил активно. Вот такой вот он, глухарь сидит в поле, такой вот красавчик. Меня он слыхал, я сейчас лоси изображал опять. Красивый, красивый. Короче, у нас в треме стоит, вот еще два глухари. Кушают. Вот четвертый петух. Всем здравствуйте. Приехал я в лес. Сейчас лопатой с бочкой ямки копать. 20 сентября сегодня. Сейчас мне еще надо метров 300 пройти, бочку протащить. Содержимое бочки показывать не буду, а то впечатлительные люди мало ли есть. Кто-нибудь чай будет пить, глядя видео и это, и не захочет пить. В общем, в лес. В общем, до предполагаемого места, которое мне понравилось, я добрался. Там вот так вот болотинка, тут вот место высокое, более-менее. Туда поляна и где-нибудь что-то мне нравится в районе кустов. Я думаю, хотел сначала в куст закопать, потом, думаю, тут вот старые колодцы. Их мы трогать не будем возле них, где-нибудь закопаемся. В кусту, наверное, будем пробовать, в этом году нам повезло. Путевка на пушных досталась, второй раз, наверное, за 7 лет. Будем тренироваться ловить лесу капканами. Где-нибудь с конца ноября, с декабря месяца. Тренироваться будем. А до этого времени соберем с собаками енотов, которые заинтересуются и придут, если придут. Так что, вот такие планы. В куст мне, почему охота была, чтобы подходов к бочке было как можно меньше. Возможно, даже несколько коридоров оставить я хотел. Изначально планировал. Как получится, то не знаю. В итоге, может быть, вообще на открытом месте сделаю. Сейчас поболтаюсь по кустам, определюсь, чтобы было несколько коридоров и на эти коридоры выставить капканы. Вот так вот тут. Ну, потом засниму в итоге, что решил, как решил, попробовать. Все мы учимся, так что не страшно, если не получится. Главное, пробовать надо. Ну, вот так вот у меня выглядит место. Я выбрал, в общем, переход в более-менее такой лесок. Молодой и высокий. Дальше бы высокий лес из болотистой местности такая грядка идет. Хотел только наполовину закопать, немного перестарался. Копать-то я люблю, как оказывается. Ну, наверное, так и оставлю, чтобы запахи посильнее шли. Потом снегом сколько завалит, но мы уже там зимой по-другому будем еще кое-что доделаем. Пока нам главное привлечь сюда ходит, ходит ли, живет ли здесь. Выводок лис. Пять или шесть штук я молодых видел, на Вороне, наверное, недели две назад я ехал, бегали метрах 300 отсюда. Ну и в надежде, что еще подтянутся потом соседние норы, тоже их там штуки четыре. В общем, планы такие, сейчас засыпаю, ну и все, и ждем декабря, ноября. Это, конечно, только в планах. А может меня на зимние рыбалки ротаны заманят, килограммовый недолис будет и начнем мы их с нового года ларить. Но там видно будет. Сегодня 20 сентября и сегодня пока льда нету, мы готовимся к охоте на пушных. Вот так вот. Ну, в общем, все. Закончили. Вот там вот вкуснятинка. Запах уже прямо стоит. Прямо вообще красота. Так вот коринками сверху брошу, чтобы ежик не упал. И все на сегодня. Подожду, посмотрю, хотя может и не буду ждать, будет возможность. Еще надо мне 4 штуки таких сделать. Есть перспективные места капканов, только на все не хватит. Но что-нибудь придумаем. Сначала одну точку обловим, потом другую. Может быть. Это все планы, планы, планы. Ну, как-то вот так вот. Все. Подался я еще тут поболтаюсь и домой. Взяли собачки у меня енота. Один был. Все, молодцы. Все, молодцы. Взяли собачки у нее.